Евросоюз Россия не обстреляли многоэтажку в Донецкой области. Верхний этаж полностью снесен. Обострения наблюдают и в Луганской. Война закончится уже в этом году. Затягивание конфликта невыгодно, а России уже неким воевать, кроме неподготовленных мобилизованных. Новые бредни Астаром или выступления Лаврова в Госдуме. Россия под руководством вождя усиленно идет к успеху. Случай клинический, как говорится, с больной головы на здоровую. Комментарии излишни. Дорогие подписчики, для того, чтобы вы могли знать больше и видеть дальше, нам очень важна ваша поддержка. Поэтому поставьте лайк этому видео или напишите комментарий, если вы цените нашу работу и любите наш контент. А далее вперед к новостям. Россияне обстреляли многоэтажку в Покровской Донецкой области. На момент записи выпуска было известно о 12 раненых и одном погибшем, сообщает Донецкая областная военная администрация. Жилой квартал обстреляли из РСЗО «Смерч». Верхний этаж почти полностью уничтожен. Полиция, спасатели и военные пытаются спасти людей из-под завалов. По официальным данным, в доме жили 44 человека. Под обрушившимися конструкциями находятся как минимум двое. Про обострение боевых действий в Луганской области сообщает глава областной администрации Сергей Гайдаев в Белогоровке. И на Кременском направлении россияне постоянно атакуют. Однако успехов у них нет. А информация пропагандистов о том, что армия РФ якобы вышла на админграницы Луганщины, не соответствует действительности. Мы видим, что идет обстреление, достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и Кременском направлении. Мы видим, что много обстрелов. Подключают авиацию, враг. Атаки хвилями постоянно идут. Можем сказать, что там дехто расповсюджу информацию, что уже отбили и оттеснили наши силы обороны аж за межу административного кордона Луганской области. И уже они держат оборону аж в Донецкой области. Это не соответствует действительности. Наши держат оборону. Если нужно, я люблю развинчивать и разбивать фейки. Поэтому могу поехать и сделать видео, как всегда, безусловно с Луганской области, с Кременского направления. Что все нормально, наши парни там держатся. Над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров разведчиков. Это, конечно, не нашумевшие китайские шпионы. Но, очевидно, новинки российского лаптевого ракетостроения. Окупанти таким образом пытались виявить ПВО и вынудить использовать дорогие ракеты. Все шари сбиты. Диджевские методы, которые сейчас враг использует и поветрические кули, это не зонд, не аэростат, как там писал. Это просто куля, которая кусок металу несет. И, конечно, поветрянные силы, которые 24 на 7, скануют небо Украины, небо далеко от кордонов Украины за сотни километров. Таким чином ведут радиолокаційную разведку поветрянного простору. Это нормальная практика в всех странах, чтобы видеть, что летит звездки, уже на подступах до твоих кордонов. И тем самым, власне, занимаются поветряные силы целодобово. И тут уже идет майстерность наших людей, чтобы отразить кулю от БПЛА, БПЛА от литая и так далее. Ну, на это все поверено иметь люди, и они имеют знания и опыт. Понятно, что по поветряных кулях отработать какими-то потужными средствами, это тоже понятно, что никто не будет, потому что это всего-навсего куля. Война закончится уже в этом году. Затяжной конфликт никому не выгоден, так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По сравнению с началом войны, профессионализм в российской армии значительно упал, поэтому сейчас воюют в основном мобилизованными, которые являются лишь расходниками для Путина. Не они контролируют войну. Это уже давно пора понять. И вот эти все разговоры о том, что он хочет превратить конфликт в затяжной, что он хочет играть на истощение, это все, опять же, элементы гибридной войны как таковой. Они пытаются запугать и нас, что невозможно, вы понимаете, и вас, и Европу в целом запугать в том, что давайте как-то говорить о минимальных возможностях выхода. Попытка изменить повестку дня, втянуть в свою повестку дня нас с вами, на самом деле не будет никакого затяжного конфликта. При такой интенсивности войны, война всегда заканчивается обязательным поражением одной стороны. И мы, соответственно, заинтересованы в максимально быстром получении инструментов, чтобы максимально быстро завершить эту войну, жестоко подавив все российское присутствие на оккупированных территориях. Украинский кризис с беженцами крупнейший в мире, заявляют в ООН и обращаются с призывом к правительствам собрать 5,6 миллиарда долларов для поддержки украинцев, пострадавших от российского вторжения. Средства будут предназначены для более чем 11 миллионов человек, чтобы обеспечить их продуктовое питание, медицинским обслуживанием, деньгами и другой необходимой помощью. По официальным данным, от российских атак погибли 7 тысяч гражданских и еще 12 тысяч ранены. Кризис с беженцами в Украине, кризис с перемещением, остается крупнейшим в мире. Сейчас мы рассчитываем почти 6 миллионов внутренне перемещенных лиц. Плюс, вы знаете, беженцев в Европе, зарегистрировавшихся под временной защитой 4,8 миллиона. Но мы знаем, что есть еще много людей, которые этого не сделали, поэтому масштабы перемещения по-прежнему довольно велики. Однако эти цифры могут быть гораздо больше. Но и это еще не все. Около 6 тысяч украинских детей вывезла Россия с оккупированных территорий. Речь идет не только о детях-сиротах, но и о тех, у которых есть родители в Украине. В докладе Ельского университета приводятся факты того, как власти РФ препятствуют возвращению детей в Украину и перевоспитывают их, чтобы они стали пророссийскими. Исследователи выявили 43 учреждения от оккупированного Россией Крыма до Дальнего Востока, где содержат маленьких украинцев. В отчете показано, как эти злоупотребления затрагивают должностных лиц и других лиц на всех уровнях российского правительства. Путин стремится лишить Украину будущего, забрав ее детей. Российская система принудительного переселения, перевоспитания и усыновления украинских детей является ключевым элементом систематических усилий Кремля по отрицанию и подавлению украинской идентичности, ее истории и ее культуры. Тем временем в дурдоме все без изменений. Лавров выступал в Госдумовском сборище демократов-коррупционеров. Попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать и наши недруги, сообщил новый бред глава МИД. Что там признали или не признали непонятно, но то, что в приличном обществе с Лавровым никто не будет сидеть рядом на пушечный выстрел, это факт. Они напали на Украину и теперь заслуженно получают сдачи, но агрессоры все равно англосаксы, плачется унылая лошадь. Ну и вишенка на торте этого гениального выступления, их страна под руководством Великого Пу на всех порах несется к успеху. И сегодня рассматривающий Африку открыто, как свой задний двор, выдвигает обвинений в адрес Москвы, которая сыграла ведущую, решающую роль в освобождении народов континента от колониального гнета, в содействии становлению их государственности, создании основ экономики и обороноспособности. Случай клинический, как говорится, с больной головы на здоровую, комментарии излишни. Попытки изолировать Россию провалились. Это вынуждены признать и наши недруги. Утвержденный президентом внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов при одновременной открытости для широкого, равноправного международного сотрудничества доказывает свою эффективность. Жителям Казахстана с рождения будут зачислять деньги с нефтедоходов. Получить доступ к средствам граждане смогут только к 18 годам, а потратить исключительно на образование или же покупку жилья. До совершеннолетия там должно накопиться около 3,5 тысяч долларов. Проект планируют запустить в следующем году. Тем временем, богатой нефтью и газом в сферах державной России, люди до сих пор ходят в туалет на улицах и топят дровами. Продолжение следует... На этом ставлю точку. Напоминаю, что лайки и комментарии очень приветствуются. Поддержать нашу работу можно по ссылкам в описании. У нас есть Patreon. Или нажимайте на кнопку «Супер спасибо», чтобы поддержать работу нашей редакции. Мы существуем исключительно за счет ваших пожертвований. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова